Приветствую любители коньков и клюшек на канале Пас на Пятак. Минувшей ночью в Национальной Хоккейной Лиге прошло три поединка, обзор на которые мы с вами прямо сейчас и посмотрим. Первая остановка на сегодня Детройт, Литл Сезарс Арена, где хоккеисты Ред Винкс принимали гостей из Отавы. Пока вы наслаждаетесь видами из Мичигана, расскажу вам расклад сил в предстоящей встрече. Что по травмам, по-прежнему отсутствует из-за повреждения Патрик Кейн. Пожалуй, все остальные ключевые игроки по обе стороны баррикад сегодня находились на льду. С точки зрения турнирной таблицы, команды решают разные задачи. Хозяева метят в Кубку и Весну, занимаясь седьмую строчку на Востоке, где как раз-таки Отава, несмотря на симпатичный хоккей, идет на последнем месте. Стоит отметить, что на порядок меньше сыгранных игр в их активе, вероятно, смогут сенаторы подняться немного повыше. Но до заветной восьмерки уже очень и очень далеко. Но никак не смущал этот факт гостей. В дебюте встречи именно они владели инициативой, но реализовать свои моменты, увы, не смогли. Но смог Даниэль Спронг открывает счет в сегодняшнем матче. Ничего, наверное, не предвещало к этой шайбе. Но не забиваешь ты, забивают тебе. Наверное, этим руководствовался нападающий Детройта. Отличным броском в касание зажег все-таки красный свет за воротами противника. Для Спронга это тринадцатая шайба в сезоне. Обокрал Джон Билена защитника Сенаторс, который, ну, очень неудачно сыграл в этом игровом эпизоде. Хоккеисты Оттавы имели большинство в концовке первого периода, продолжали свой штурм, но шайба упорно не шла в ворота соперника. Во втором отрезке хоккеисты Сенаторов перерастили количество в качество. Очередная затяжная атака, бросок синий Марк Костелевич. Возвращает паритет на табло. Оставили его одного на пятаке и после щелчка защитника удачно он переправил шайбу в сетку ворот Детройта. Уходим за экватор матча, Red Wings пытались реализовать лишнего, но падает Моррис Сайдер, тут же выбегает Брэдди Ткачак с бокса для штрафников и впервые выводит свою команду вперед. Откровенно ужасно действовали игроки в красном и как же хорош Брэдди добавил ногами и переиграл голкипера хозяев в ближнем бою. Здорово попал в девятку молодой капитан Сенаторов, Оттавал пыталась упрочить свое преимущество, но Лайон вышел победителем из эпизода. Расстреливали его в ближнем бою, но удержал вратарь свою команду в игре. Придал этот эпизод уверенности игрокам крыльев и все больше и больше времени в зоне атаки они стали проводить. Алекс Дебринкет имел шикарнейшую возможность вернуть свою команду в игру, но уже Йонас Карпесала спасает одноклубников. Настойчивость Детройта не прошла бесследно и кто как не этот парень должен решать вопросы в концовке? Дилан Ларкин своим лазерным броском наказывает канадскую команду за то, что стали те сушить игру. 47 очков в 44 поединках для Ларкина и посмотрите, сам нашел для себя Дилан оперативный простор, бросил точнехонько в правую девятку. Оставил он неудел Карпесала. Вновь равенство на табло, такой исход не устраивало табу и имели возможность вырвать победу в концовке основного времени. Но недолго музыка играла для игроков Детройта. Забирают матч гости, в овертайме убежали в быстрый отрыв Шабо и Пинта. Да, последний фантастическим образом дотянулся до шайбы и переправил снаряд в сетку ворот Красных Крыльев. Также Владимир Тарасенко отметился результативным баллом. 13 плюс 20 в его активе по системе Go Plus Pass в этом сезоне. Перемещаемся мы в Нэшвилл, где местная команда принимала гостей Королевских Кровей. Встреча между седьмой и девятой командой Запада соответственно. В кризисе сейчас Лос-Анджелес две победы в последних 16 играх. И в самом начале эту тенденцию подтвердил Адриан Кемпи. После его броска шайба угодила прямиком в перекладину. Зазвенела в ушах у Юси Сараса, но ушла игра от его ворот. Могло так показаться по крайней мере. Но Люк Евангелиста неудачно сыграл на чужой синей линии. Перехватили шайбу хоккеисты Кингс, убежали в быструю контратаку 2 в 1. И Грунстрем положился на себя и свой бросок, которым распечатал ворота хозяин. Вряд ли даже вратарь такого калибра как Сарас мог здесь что-то противопоставить. Хотя, хотя зацепил он немного шайбу своим шлемом, но уж очень хорошо вложился 91 номер LA. Были возможности Лос-Анджелеса упрочить преимущество в стартовой 20 минутке, но больше неприступна оказалась крепость. Раз, раз, раз. Ребята с восьмерками на спинах пытались расписать тут атаку на двоих. Но их попытки оказались тщетными. Второй период встретил нас с двумя ошибками в обороне от королей. Убегали игроки Нэшвил на рендеву с Ритичем, но цифры на табло оказались неизменны. До поры до времени это было так, пока Туркат не нашел лазейку в ближнем углу братаря-хозяев. Первая шайба в сезоне для 22-летнего американского форварда над боленом от штанги послал он игровой снаряд. Видимо, это разбудило саблезубых и размачивает счет Тайсон Берри. Отлично развивалась эта атака. Бросок синий от Форсберга. Бильярдное добивание в домик от Берри. Но вот что-что, совсем не отличная помеха вратарю, из-за которой шайба засчитана не была. Забавный эпизод потерял Ритич шайбу из поля зрения, чем не сумел полноценно воспользоваться Форсберг. Третий отрезок стартовал с удивительной картиной. Ветеран Анджикопитер добавил ногами, вышел в ноль. Но и на его счету тоже остался ноль. 15 минут до конца основного времени. Затяжная атака Нэшвилла. Отличное взаимодействие показывают игроки в желтом. И все-таки Форсберг забил. Макдональ Нюквиз в ассистентах у Филиппа, который идет по графику очко за игру. 51 результативное действие у шведа на данный момент. Отскочила к нему шайба от лицевого борта и забыли его игроки обороны на дальние штанги. Казалось, что переломят игру Predators, но камбэку не суждено было сбыться. Пятерка Нэшвилла решила посмотреть в хоккей, непонятно чем они занимались, когда Тревор Льюис накатил на пятак и отправил третью шайбу им в ворота. Отлично бафил сначала поборолся, затем оценил ситуацию за воротами и скинул шайбу на пустого игрока. 3-1 у нас на табло. Но удалось Predator показать зубы, зацепились они за игру. Томазина забивает сегодня оба Филиппа в составе Нэшвилла с шайбами на своем счету. Простреливал Роман Йоси на дальнюю штангу, там отлично сориентировался молодой нападающий и переправил снаряд в сетку ворот. Перешла игра в клач, снимает вратаря главный тренер хозяев и Кевин Фиала. Вколачивает свой гвоздь сами знаете куда, Нэшли уступает принципиальному сопернику, поровну было очков у команд перед этим поединком. Поздравляем Лос-Анджелес с непростой, но приятной победой. Наконец-то они смогли подсластить свою неудачную серию. И переходим к рубрике Ньюс. Пока Саша Овечкин радует нас сторисами из Эмиратов, где пиво и солнце в гармонии готовят его к продолжению сезона, в Национальной хоккейной лиге провели различные голосования среди игроков. Так, самым переоцененным игроком опрашиваемые выбрали Тревора Зегроса. Почти 13% голосов у нападающего Анахайма, также в пятерку вошли Нерст, Качак, Робертсон и Юберда. А на шестом месте, что интересно, расположился как раз таки Ови. Тройку самых недооцененных игроков возглавил капитан Флориды Александр Барков. Следующий его партнер по команде Сэм Райнхард и третий Брейден Пойнт из Тампы. Никита Кучеров занимает девятое место в этом списке, десятый Кирилл Капризов. Лучшим вратарем игроки выбрали с большим отрывом, между прочим, Андрея Василевского. Следом идет Хеллипок из Виннипега. Дальше забавный вопрос, кому бы вы врезали по лицу. И знаете, тут нет равных Нику Казинсу. Брэд Маршант курит в сторонке, а Пепельницу держит ему Мэттью Ткачак. Лучшим игроком лиги респонденты признали одного инопланетянина из Эдмонтона. Нейтан Макинон второй, а Никита Кучеров порадовал нас третьим местом. Кирилл Капризов шестой в этом списке и Артемий Панарин затесался в десятку. Дальше игроки составили топ любимых и нелюбимых городов. Нравится игрокам Вегас, вероятно казино не обходит их мимо, а выезд Виннипег, напротив, огорчает большинство опрашиваемых. Драма Кузьменко в Ванкувере подошла к концу. Отправляется Андрей в Калгари, прихватил он в довесок пару пиков, один из них, между прочим, в первом раунде 24-го года, а в обратном направлении последовал Элиас Линхольм. Пожелаем Андрею удачи в новой команде и надеемся, что поскорее он пройдет свой кризис. Заключительный матч прошел на Хонда-центре в Анахайме. Поединок Уток с 14-го и Акул с 15-го места запада. Начали активно поединок Хозяева, провели несколько опасных атак и затолкали таки шайбу в ворота, но вместе с ней Сильверберг затолкал угол кипера гостей. Чуть позже игроки Анахайма все-таки по правилам открыли счет. Долго копали на пятаке хоккеисты Дакс и Лундстрем заставил Кахка не накапитулировать. На седьмой минуте в большинстве Энтони Дюклер уравнял цифры на табло. Последовала череда добиваний после наброса с синей и могут записать себе Шаркс этот эпизод в актив. Во втором периоде гости убежали вдвоем на одного защитника Уток и Гипса. Гипсан оказался победителем в этом игровом моменте. В конце этой же 20-ти минутки Марк Эдуард Власик выводит акул вперед великолепным щелчком. Фантастическая точность и стоит отметить, что без подставлений последовала шайба прямиком в ворота. Почувствовали кровь акулы и еще один момент у ворот Гипсона. Посмотрите, бросок с одной руки исполнил штурм. В третьем отрезке игру под свой контроль окончательно забрали игроки Анахайма, момент за моментом создавали в чужой зоне, но каждый раз что-то препятствовало на их пути. Сначала перекладина помешала сравнять счет, затем Кахканин великолепно сыграл в ближнем бою. И вот она концовка, которую мы заслужили. Будем честны, не самый интересный матч, но зато какая кульминация. Утки снимают вратаря и шестером штурмуют ворота соперника. Трой Терри спасает свою команду и вводит тем самым матч в овертайм. Дополнительная пятиминутка была на удивление закрыта. Осторожничали команды, но подлавливают Санхосе игроки Анахайма на ошибки. Убежали Терри и Ватрана вдвоем в атаку и Фрэнк ставит точку в этом поединке. Одерживают утки вторую победу подряд, а я благодарю вас за просмотр. Всем удачи, всем хоккей. Субтитры создавал DimaTorzok